Друзья, всем привет! Точнее как, други и подруги. Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 29 июля 2К19 года. Особый день в моей жизни. Ровно 34 года назад родился я на этот свет. Представляете? 34 года мне сегодня исполнилось в 5 часов утра. Время сейчас полдевятого. Хотел бы поговорить с вами на эту тему и на остальные темы, какие в голове вспомнятся мысли, о тех и буду вещать. Это я уже потихоньку начинаю включать бредогенератор. На самом деле мыслей не так уж и много в голове. Утро полдевятого. Недавно проснулся только. Понимаете сами, да? Так. Ну, за это утро меня уже поздравили мама, папа, бабушка и много-много кто еще. Скорее всего в течение дня будут приходить поздравления от разных людей, от другов и подругов, родственников, знакомых, коллег и так далее. Ребята, большое вам спасибо, хочу сказать заранее. Вот. Погода хорошая, почти тепло, солнышко светит, очки темные, хамелеоны как-никак. Так, 34 года. Вот что можно сказать людям в 34 года на свой день рождения? Может быть, какие-то напутствия? Может быть, какие-то итоги подвести? Может быть, рассказать о том, что сейчас происходит в моей жизни? Мысли путаются. Вообще непонятно, о чем говорить. Мозг чист и светл, как это прекрасное утро 29 июля. А это уже начинается актерская игра. Потихоньку. Ну, давайте по порядку, да? Давайте начнем с итогов. Итоги. Какие же итоги по прошествии 34 лет жизни на этом свете? Земном, кстати. Так, родился, отучился, в армию сходил, начал трудиться на благо. Вот, опять сообщение пришло. Да что такое? Второе сообщение пришло. Кто-то, видно, поздравляет. Третье. Это уже подозрительно, ребята. Кто меня тут отвлекает? Роман Охват. Здоровый, Игорян, с днюхой тебя. Здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, исполнения желаний, ну и денег побольше. Всего-всего самого наилучшего. Спасибо, Роман. Это мой подписчик. Давний подписчик из Оренбурга. Оренбургу привет. Так, на чем я там остановился, пока меня Роман не отвлек. Так, надо же вспомнить. А, в армию сходил, начал трудиться. Трудиться на благо. Ну, понятное дело, что общество, на благо общества, начал трудиться. Ну, и, конечно же, на благо своего финансового благополучия. Так скажем прямо. Вот. Что у меня успешно получается, я думаю. Так. На текущий момент, да. Что у меня происходит. Ну, как вы знаете, может быть не знаете, 15 декабря я уволился из банка. Потом, значит, 3 месяца я был свободен от трудовой деятельности. Скажем так, с 15 марта и по сей день уже, ну, почти 4,5 месяца работаю финансовым консультантом. В суперкопилке, да. Вот. Так. Что еще? Ну, это так, вкратце, по итогам, да. Обычная жизнь, обычного, среднестатистического мужчины. Как я думаю. Может быть, конечно, у моих сверстников, ровесников, жизнь складывается немного иначе. Ну, да, это плюс, я считаю. У нас есть что-то общее, да. Мы, допустим, ровесники, да. Но у каждого жизненный путь складывается по-своему. Вот. Так, какие пожелания, да, можно дать на путствие пожелания тем, кому еще нет 34 лет? Ну, хочу вас, ребята, сразу предупредить, допустим, тем, кому даже еще 30-ки не исполнилось. Момент 30-летия будет для вас, конечно, переломным периодом в сознании. В осознании того, что, ёппер СТ, треть жизни прожита, как минимум. Ну, у кого-то, может быть, и половина жизни прожита, ну, тем не менее. В общем, 30 лет это такой рубеж, где легкомыслие, молодость, скажу матерное слово, пахуизм. В таком большом процентном соотношении присутствует в вашей жизни. Вот. После 30 лет как-то оно все тихо, спокойно, умеренно, уравновешенно, скажу. Нормально. Ох, как прям солнце греет, ребята, лицо. Ох, как прям солнце греет, лицо. Вы себе не представляете. Фух, начинаю потеть. Потихоньку. Шутка. Так, так. Значит, это были итоги. Это было небольшое напутствие. Даже не напутствие, а констатация факта. Это, ребята, все еще продолжается бредогенератор, так что вы всерьез мои слова не воспринимайте. Скажу вам прямо. Это так. Лишь бы записать видосик на 10 минут. Вот. Ну, хотя нет, нет. Не только из-за этого, конечно. Мне хочется пообщаться с вами. Я же, так сказать, нет-нет, видеоблогер, да. Люди смотрят мои видосики периодически. Ну, на текущий момент закончил выкладывать видосики из Туниса. Апрельские. И есть комментарии зрителей, что, типа, так, это все было в апреле. А чем же он занимается сейчас? Живой ли он там сейчас? Ну, если я выпускаю видосик, если ролики выходят, значит, я живой. Это уже хорошо. Вот. Ну, на текущий момент времени, на 29 июля, ну, все хорошо в моей жизни. Все душевно, тихо, спокойно, размеренно, как я и говорил, да, после 30 лет. На путстве говорить своим сверстникам, ровесникам, наверное, смысла нету, потому что я ведь как бы еще не прожил этот путь, да, после 34 лет. Вот он только-только начинается. Буквально и четырех часов еще нету, как мне стукнуло ровно 34 года. Через несколько лет, может быть, вам расскажу, каково это жить в 34 года. Вообще, вы знаете, в 34 года живется так же, как и в 33 года живется. И даже так же, как в 30 лет. Ну, это по внутренним ощущениям. Вот, понятное дело, что среда вокруг тебя меняется периодически. Если брать более длинные промежутки времени, допустим, не год, а там 5 лет, 7 лет, 10 лет. И смотреть в прошлое, да, 5 лет назад жизнь была совершенно другая, 10 лет она была назад кардинально другая, 15 лет назад я вообще был студентом, 20 лет назад школьником и так далее. Можно перечислять до бесконечности. Вот. Так. Планы на будущее. Не на путь, а просто планы. Вообще, вот лучше говорить все-таки об свершившихся действиях, да? О своих планах, конечно, лучше не рассказывать, потому что велика вероятность того, что этим планам не суждено будет сбыться. То есть ты в голове у себя держи, так, план, вот это, вот это, вот это надо сделать, так, 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 по порядку, постепенно, последовательно. Можно одновременно. Ну, вот, допустим, рассказал о своих планах, да? Они, бах, не свершились. Они свершились, и все. И начинает народ в тебя показывать пальцем и говорить, что ха-ха-ха, поставил план и не достиг этого плана. Поэтому, чтобы этого избежать, лучше, наверное, о планах сегодня вещать не буду. А будем говорить по итогам, вот об итогах, об достижениях, о достижениях, великий и могучий русский язык, поговорим чуть-чуть. Ну, достижения есть, давайте перечислять. На канале за время с апреля по июль 2019 года, на канале YouTube, на моем, да, видео, дневник, день за днем, насобиралось уже 40 тысяч подписчиков. Красивая цифра, круглая. Сегодня утром уже было 40 тысяч 500 человек. Представляете, люди смотрят, подписываются. Ну, понятное дело, что соотношение количества подписчиков и соотношение просмотров реальных разнится. И разнится, так вам скажу, в разы. Даже, даже в десятки раз. Вот так. Это нормально. Наверное. Вот так. Средние просмотры там. Чуть больше тысячи просмотров на одно видео. Вот. Сколько я там записал уже, интересно. О, 13 минут уже. А я все думал, о чем бы поговорить? На камеру. Ну, а тут включился бредогенератор. Актерское мастерство. В кавычках. И можно трещать без остановки. Так, какие еще итоги есть? Давайте-ка вспомним. Ну, наверное, на этом мы и остановимся. Вот. Ну, я бы, конечно, хотел от вас, ребята, получить обратную связь. Я имею в виду вот зрителей, да, моего канала, кто посмотрит это видео. Все-таки, наверное, в первую очередь видос нацелен на вас. Родственники, близкие, друзья, они-то меня поздравляют так, через внутренние каналы связи, да. А видос я все же больше записываю для своих зрителей, для другов и подругов с интернета. Вот. Хотелось бы от вас, конечно, какую-то обратную связь услышать. Может быть, знаете, на тему, а что было у меня, да, в 34 года. Ну, это для тех, кому уже перевалило за 34 года, да. То есть, какие были достижения, какие были взгляды на жизнь, какие, значит, мысли вообще в голове крутились, да, в это время. Вот. Может быть, кому-то из вас сейчас, ну, на текущий момент времени меньше 34 лет. Ну, опять-таки, хотелось бы услышать обратную связь. Какие у вас мысли по поводу, чего нужно достичь, там, в 34 года, либо каким нужно быть в 34 года. Либо, может быть, фиксируйте, к примеру, ваш текущий возраст, сколько вам полных лет, да, и какие уже результаты у вас есть. Ну, мне бы, конечно, было бы это интересно услышать. Но я понимаю, что вряд ли кто-то это напишет. Ну, либо напишут единицы. Почему? Потому что, вот, судя по прошлому опыту, когда, ну, предлагаешь, да, зрителям своим, там, мнением своим поделиться, да, ну, которое тебе было бы интересно, то в 95% случаев это не подтверждается. Никто ничего не пишет, скажут, знаете, как это, вот, будем писать по его указке. Нет, мы лучше напишем что-нибудь негативное, деморализующее, скажем так, демотивирующее. Вот это будет кайф, вот это вот супер будет, синус. Кровь с молоком. Ну, я, как бы, озвучил мысли свои, конечно, принятие решения остается за вами. Ну, окей, окей, это я озвучил, хорошо. Я же говорю, мысли сбиваются, бредогенератор включился, всякую хрень несу, это понятное дело. Вот, что-то как-то солнышко зашло и стало холодать. Вот, чувствую, ребрышки замерзают мои. Надо, наверное, заканчивать запись видео и утепляться. Благо, курточка моя недалеко лежит. Оденусь. И будет мне счастье. Вот так. Видос, наверное, будет с минимумом монтажа. Ну, я, конечно, понятное дело, там, пару раз косякнул в разговоре. Надо будет эти ошибочные словосочетания вырезать. Конечно. А как же без этого? Я же все-таки видеоблогер. Вырезаю всякие косячные словечки. Вот. И на этом будем заканчивать, наверное, холодно. Ветер дует. Блин, аж прям ребра мои в кучу сбиваются. Вот. Думаю, на этом хватит. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вот. Всем вам хорошего дня. Может быть, ночи. Смотря кто в какое время смотрит данное видео. Вот. По факту 34 года. По факту 34 года. Да что такое? По факту 34 года. Наступили, свершились. Это уже войдет в историю. Скажем так. Не бритый, видите? Что-то не захотел сегодня бриться. Думаю, дай-ка я засниму видосик на свое 34-летие бородатого. Не брился где-то недели три, может быть, четыре. Вот. Все. Всем пока. Уже пожелания там свои сказал вам. До скорых встреч. Аривидерчи.